Клоны совсем рядом. Одесские ученые в своей лаборатории клонируют тысячи самых разных растений. Масштабы поражают. В одну небольшую коробочку может поместиться целая будущая роща. К высоким технологиям и большой науке мы приблизились настолько, что такой клон теперь можно носить с собой. Как и почему, смотрите в следующем сюжете. Мы встречаемся с учеными в храме зелени и растений на факультете ботаники Университета Мечникова. Будущие кубометры деревьев и квадратные метры садов Татьяна приносит в небольшой картонной коробке. Татьяна клонирует с 2007-го злаковые, древесные, декоративно-лиственные и плотоядные. Она выпускница факультета ботаники и директор лаборатории инвитро. В каждой такой баночке бесценные зеленые ростки от будущих мухоловок до огромных исполинов. Вот есть еще, для примера, у нас есть орхидеи. Вот если вы видите здесь в данной банке пару тысяч растений. То есть взрослые растения аналогично занимают площадь тепличных площадей порядка 200-300 квадратных метров. Доцент кафедры ботаники Владимир Немерцалов держит в руках самый маленький флакон с клонированным антуриумом. Такой себе подарочный вариант. Небольшой кусочек науки, который всегда можно взять с собой. У меня в руке замечательная вещь. Это живое растение, клонированное растение, которое сейчас находится в брелке с питательной средой. Чтобы создать этот маленький клон размером всего несколько миллиметров, нужна хорошо оборудованная и чистая лаборатория. Сначала часть ткани помещают в питательную среду, до этого они проходят тщательную стерилизацию. Потом растению дают отстояться и пустить почки, стимулируют его рост и вот первый побег готов. Через некоторое время мы можем увидеть вот образование вот такого побега. Вот такого или вот такого. Здесь уже и с этого флакончика, с первого флакончика уже начинается непосредственно клонирование и рассаживание на другую тару. Уже по 20 растений. И вот с такого растения мы можем срезать уже здесь примерно 7-8 до 10 растений с одного флакончика, а дальше уже в геометрической прогрессии. Масштабы действительно поражают. В этой коробочке роща Павловни площадью целых три сотки. Это важный технологический прием, который является элементом селекции, элементом производства новых высококачественных сортов и форм растений. И эта работа постоянно ведется. Через несколько лет эти побеги вырастут в таких вот огромных красавцев. Еще и полезных. Павловни активно внедряют, например, в США и Европе. В естественных условиях прирост вот этих вот растений, да, о, ничего себе, может составлять до кубометра древесины в течение 5-7 лет. Татьяна говорит, клонированные растения очень популярны. В лаборатории их выращивают на заказ. За короткое время огромный результат – миллионы. А еще технологии высокие, а стоимость таких растений низкая. Не нужно нашему украинскому потребителю заниматься таможенным оформлением, карантинными сертификатами. То есть растение, во-первых, стерильное, чистое, то есть не несет никакой угрозы. А во-вторых, это растение находится близко и доступно каждому украинцу. Клонируют в Одессе и хищные растения. Вот, например, клонированная мухоловка. Если она открылась, то уже способна охотиться. Какие-то маленькие мушки, какие-то маленькие, совсем микроскопические насекомы, да, она уже способна их поглощать. Но, к сожалению, она находится в закрытом состоянии. Там ни мух, ни бактерии. Кстати, у такого организма, который растет в брелке, тоже может быть большое будущее. Ему достаточно комнатного рассеянного освещения. Пройдет около года, и тогда растение можно будет посадить и ухаживать так, как мы привыкли это делать. Олеся Повар, Анастасия Симонова, Алексей Барановский, 7 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова